Сегодня состоялась инаугурация школьного академического года, года 2015-2016, в швейцарском образовательном центре во Вроцлаве. Это первый наш год, это открытие нашей школы здесь во Вроцлаве. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый из нас находится здесь, чтобы нести свой несет в развитие украинских отношений, в развитие Украины. Даже те из вас, которые не подозревают, что через некоторый час понимают это, понимают, что набитый опыт и знания такой дружной для нас страны, которая, в том числе стабильности и экономического возрастания, будет работать не только на вас, независимо. Доброе. И побажания вчителям и, конечно же, студентам. Доброе дни, открытие школы пребегло в лучшей атмосфере. Это чудо. Все люди, которые пришли на встречу с нами, на inaugурацию, видно, что хотят учить себя, хотят интегровать себя, хотят быть с нами. Сердечно приветствую всех присутствующих на нашем свете. Надеюсь, что за час выпустки вы выпустили тому, что за нас у вас важная работа, связана с изучением не только профессии, а и изучением польской мовы. Как директор Свойцарского центра освете я ставлю великую акцию на том, чтобы вы почували себя в Польше и в нашей школе доброй. Чтобы вы сделали шоссе красивые и чтобы этот рит был продуктивным для вас. Быть по-бинам ценам. Пятные песни выполнены наших музыкантов. Все это показывает нам, что Свойцарский центр обучения это не только школа, это место, в котором группы людей интегруют. Музыка. 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 которая создана для того, чтобы помогать украинцам, которые постоянно проживаются в родном. Само наше консульство занимается украинцами, которые проживаются на территории Нижнего Северного Университета, то есть Донышко. Почасное консульство является организацией, скорее, организацией поддержки информационной, консультационной. До нас можно обратиться в отношениях украинских документов, в отношениях, даже в отношениях, в отношениях, если мы сможем рассказать из объема наших обязанностей, то даже из вашего государства, потому что в консульстве работают люди, которые уже сейчас проживают в Польщу, которые имеют необходимые контакты и знания, чтобы помогать вам лучше себя чувствовать, реализовать свои амбиции, милые и так далее. Что бы я хотел бы побажать? Вчителям хотел бы побажать терпение, потому что в их профессии это очень важно. Учням, студентам желаю использовать возможности, которые перед ними открываются. Я желаю относиться до нового этапа в жизни, как до чего-то дейсно важливого и, насамперед, цикавого, цикавого и подорожью в будущее. Ну и успехов, удачи и процветания, творчого развития. Музыка 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 На сегодняшний день к нам записалось на учебу около 400 Украинцев из Украины, которые хотят получить образование в Польше. Они уже имеют визы и пребывают на территории Польши. Удано нам построить четыре школы, то значит створить группы учебных в четыре школы. У нас получилось открыть четыре школы, где-то в четырех городах. Так, четыре дня. Четыре школы, да. Удано нам построить больше школы в Украине, здесь около 300 учебных. Самая большая школа сейчас есть в Большаве, там около 300 учебных. Я надеюсь, что будет больше школы в Большаве. На самом деле. Очень интересует сотрудничество с Сергеем, потому что Рослав является на месте второго в этом месте. На сегодняшний день. Мы здесь уже приближаемся до границы Столуч. Приближаемся к границе Столучиньковой. И большая заслука в неуменьшении моего великого брата с Украиной. ПОЗИТОРА Я очень рада, что я поздно пригласил на эту уроку inaugурацию Швейцарского Центра Едукати в Врославе. Сегодня я хотел бы поговорить о том районе, о том запалном районе. Я здесь замазал его на червоно, потому что я покажу вам немного Израиля, немного Сирии, о которой сейчас много говорится. Падем на минуту еще до Джордании. Поведим на тему так называемого государства исландского. Как мы говорим, здесь Исис, или как говорят англосаси, Исис. Ну и увидим то, что сегодня очень важно, потому что, друзья мои, мы связаны на этом образе с исламом. Это государства исландские. В самом центре здесь есть маленькое государство Израиль, где есть жидки. Ну и из этого района сегодня сегодня появляются новости, которые существуют, которые существуют. Потому что в Израиле выбухла третья интифада, повстание палестинское. В Сирии точит себя война. Уходцы передоставляют себя до Турции, а далее до Европы. Ну и так на самом деле не знают, что из этого происходит. Потому что я от 28 лет езжу на Блиски Вскор, приношем два раза в году, много видя, много знаю, много знаю. Мам там своих друзей, и в среду жидов, и в среду арабов. Мам свежие информации. Поэтому я думаю, что могу немного сказать. Что это происходит? Мы начинаем от Израильа, этого маленького края, где скумулировали три самых больших религии. Юдаизм, христианство и ислам. Три религии, три больших религии. И они пробуют как-то жить за собой, хотя не всегда это выходит. Ну, то найсвятное место для жидов. Заходний мур, который когда-то отачал святыню жидовскую, некоторые называют христиану плачку. Это единственная строительная строительная строительная, которая осталась в 1970 году. И в целом мы портодоксийных жидов. Так как этого пана, который убранный на шабат, в специальной чапе из Соболи, то есть тройпортодоксийного жида, которых есть 20% Израиля. 20%, то есть по-пятому. Они имеют огромные привилежи, потому что они не должны работать, не должны, приятнее до недавна еще, был такой премьер, что они не могли идти до войска. Сегодня они так практически не идут, хотя есть премьер, что они имели. Их заданием есть плачить дети и выховывать их в религии и культуре жидовской. Стас, пожалуйста, мы такие примеры, где отец приводит своих сын до этого места важнейшего. И я думаю, что лучше в Израиле можно научить себя толеранцией для другой культуры или другой религии. Мы часто смотрим, как жид себя модли и так никогда человек, совершенно не связанный с этим, говорит, что там же делает? Кива. Он в этот способ отдает хвалу Богу. Когда мы смотрим на религию далекого вскоду, в которых представители имеют такие коулаки, которые вы видели, вклажаетесь в панельце текст модлики и наше мнение. Все это произведение одной модели. И мы как-то они длиннее си модли. А они говорят, что длиннее си модлим христиани, думаю, что я понимаю, можно сказать в наше мнение теперь, и в результате все, что си модели си милиции в этом году. История Выжнего Существа Минзародного и Америка в этом году, который также 祝итам всем всем субриим Великой Группы людей и обладатели Украины, которые прибыли до нас, до этого края, чтобы поменять свое жизнь. Мы хотим быть с вами, мы хотим быть при вас. Мы интегрировать вас всех. Прийдьте до нас, учите себя в нашей школе. Запрошем.